Пневмония, ковид и три недели в инфекционной больнице. Домой Людмила Баринова вернулась только в конце апреля. В больнице хорошо было. Хорошо и отношения хорошие, и пища хорошая. Все было хорошо, но это больница. Я вообще за всю жизнь первый раз попала в стационар. Мне уже внуков привозили. У меня же положение. Я со стационара пришла с отрицательными тестами. После короткого интервью Людмилой еще несколько бывших коллег по диагнозу отправляются в полет. Полтора часа на борту барокамеры, уникальной в Беларуси. Две с половиной тысячи метров над уровнем моря. Умеренная гипоксия, проще говоря, нехватка кислорода, оказывается, бывает полезной. Гипервентиляция возникает. Учитывая, что действуем на весь организм, активация всей гормональной системы способствует открытию мелкоколлатеральной сети кровообращения. Опять же, это помогает в газообмене между легкими. Оглекислый газ покидает, кислородом мы насыщаемся. Даже в условиях, в данном случае гипоксии, является стимулятором. Причем образуется дополнительная красная кровяная тельца, которая способствует переносу кислорода по всему организму. То есть, в данном случае мы действуем на несколько систем. Процедура для тех, кто перенес. Пневмонию бесплатная. Это часть совместной разработки Первой городской больницы и Витебского медуниверситета. Сотрудники вуза адаптировали и целую программу онлайн-реабилитации «Поможем друг другу». Она же «Питание, движение, дыхание». Сокращенно – ПДД. Раз. И произвольное дыхание. Наклон к правой ноге. Вперед. К левой. К обычной жизни возвращаются больницы неинфекционного профиля. Так, с этого дня к своим прямым обязанностям вернулся областной онкодиспансер. Почти месяц 150 коек хирургического корпуса были отданы под пневмонии. С завтрашнего дня мы начинаем хирургическую и онкологическую помощь в полном объеме. Ежедневно будет у нас проводиться до 30 операций операционной. И все пациенты, которые ожидали последние три недели в свою очередь, они все будут прооперированы. Для того, чтобы предупредить вторую волну заражения, естественно, необходимы некоторые противоэпидемические мероприятия, которые будут проводиться в нашем диспансере. У нас будет запрещено посещение родственниками. Сейчас в эпоху мобильной связи все могут пообщаться по мобильному телефону. Будет ограничено передвижение пациентов между отделением и между палатами. Ну и, естественно, будет сохранен масочный режим. Приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями в областную клиническую больницу. Учреждение уже на следующей неделе полностью приступит к своим прямым обязанностям. При условии сохранения положительной динамики. В Витебской области, если сегодня сравнивать с данными на конец апреля, именно тогда фиксировался пик заболеваемости. Число пневмонии уменьшилось почти на 30%. В самом областном центре чуть более чем на 40%. С 20 мая первых пациентов примет реабилитационный центр «Железняки», что под Витебском – та самая третья ступень оздоровления после диагностики и лечения, важность которой подчеркивал накануне президент. Одновременно попасть в санаторий смогут 90 человек. Основной акцент на ПДД – питание, движение, дыхание. Анастасия Бут, Альберта Лосанья, телекомпания СТВ, Витебская область.